Добрый день, друзья! Спасибо, что зашли на канал. Сегодня на канале рецепт пшеничного хлеба на закваске. Для тех, кто печет на закваске, рецепт очень простой. Хлеб получается невероятно вкусным, с красивой, упругой и пористой структурой мякиша. Закваска опара у меня уже подошла. Созревала она часов 8 при температуре в помещении 27 градусов по Цельсию. Всю закваску опару выкладываю в миску, где у меня будет замешиваться тесто для хлеба. Сюда же выливаю воду комнатной температуры, просеиваю белую пшеничную муку. Это пшеничная мука высшего или первого сорта. Добавляю соль. Начинаю замес теста сначала с помощью лопатки, а затем, когда в тесте не останется сухой муки, перехожу на замес вручную. Тесто для этого хлеба очень жидкое, поэтому я пользуюсь нейтриловыми перчатками. Если будете замешивать без перчатки, то не забудьте периодически смачивать руку водой, иначе все тесто у вас окажется налипнувшее на руке. Замешиваю тесто недолго, до тех пор, пока не почувствую, что в нем не осталось никаких комочков. Тесто накрываю и оставляю на расстойке часа на 3-4, может быть 5-6, до тех пор, пока тесто не увеличится в объеме минимум в два раза. Этот хлеб я всегда выпекаю в квадратной, простите, в прямоугольной форме. Внутренний размер формы примерно 24 на 35 сантиметров. Форму я покрываю тефлоновым листом, можно пергаментом, но пергамент должен быть очень качественным, проверенным. В противном случае отделить выпеченный хлеб от пергамента будет очень непросто. Бока формы я хорошо промазываю растительным маслом, чтобы быть уверенной, что выпеченный хлеб хорошо вынется из этой формы. Тесто выливаю в форму. Тесто жидкое, поэтому легко растекается по форме и принимает ее очертания. Отправляю форму с заготовкой хлеба в хорошо разогретую духовку до 180 градусов по Цельсию, минут на 45-60, до коричневатой золотистой корочки. Остужаю хлеб на решетке. Вот такой хлеб получается в разрезе, с непривычной, яркой, очень красивой структурой мякиша, упругого и пористого. Каждый раз не перестаю удивляться. Вот такие простые ингредиенты. Мука, вода и соль. А какой получается шикарный хлеб. Помимо того, что хлеб можно есть абсолютно просто так, он также отлично подходит для любых первых блюд, для салатов и для бутербродов. Друзья, если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии. Хотите следить за обновлениями? Подпишитесь на канал и нажмите на значок колокольчика. Всем удачи, всем хорошего настроения и до встречи на канале.